Дорогие друзья, здравствуйте! Дорогнозируемые. Ну, в общем, обо всем об этом поговорим. В студии я, ваш покорный слуга Григорий Твалтвадзе и мой коллега Виталий Ашовский. Виталь, что понравилось, что напрягло, что заставило действительно по-настоящему удивиться? Ну, во-первых, у нас сразу два очень неожиданных результата. Во-первых, Ульсан допустил осечку, сыграв в ничью в этом туре 0-0. Плюс, на самом деле, немножко неожиданный результат в матче Пхохан-Стилерс. Но там повезло Пхохану, что вообще удалось отыграться, потому что… На последнюю минуту. Да. Кстати, да. Да, при помощи, в частности, Станислава Ильиченко. В общем, были удивительные результаты, были интересные результаты. И надо сказать, что этот тур получился не самым ординарным. Потому что бывают туры, когда все прогнозируемо, когда Ульсан с Чонбуком выигрывают. Но здесь немножко тур выбивается из общего ряда, как мне кажется. Ну, давайте напомним, что перед этим туром ситуация в таблице была такой, что если бы Ульсан выигрывал, то Ульсан не просто держал бы первое место, а вот тот комфортный, достаточно комфортный отрыв в три очка он бы сохранил. Но Ульсан, на удивление, сыграл в ничью с Сувоном. Ну, сегодня мы будем наблюдать матч Сувона. Ну, как раз результаты. И Ульсана, Сувона и Чонбука повезло, да, Сувону сразу сначала с вице-чемпионом, теперь с чемпионом. Так распорядилась табличка. Вот давайте посмотрим на результаты. Сеул-Канвон 2-0. Ну, по-моему, вполне такой результат закономерный. Ульсан Сувон мы уже сказали. Хохан Кван-Джу. Здесь однозначно сенсация. Однозначно сенсация, да. Причем на 90-й минуте спаслись Ко Юн-Джу, который стал автором этого забитого гола. Ну, а в остальном, кстати, более-менее предсказуемо. Вот вторая часть результатов, она ожидаемая. Победа Чонбука, Сан-Джу и Сон-Нама. Сон-Нам, кстати говоря, по нему, наверное, будем сегодня отдельно разговаривать, потому что еще недавно Ким Нам-Иль, казалось бы, уже... Уже до свидания. Уже все, до свидания. А Чонбук, знаете, чем удивил? Чонбук удивил двумя совершенно нестандартными для себя голами. Абсолютно нестандартными голами. Потому что, ну, во-первых, решил судьбу матча не легионер и не в большом количестве, что называется, принимали участие во взятии ворот футболиста Чонбука. А все делал один игрок Ким Букюн. Да, 13-й номер. И два гола, которые влетели в ворота, два мяча влетели в ворота. Ну, согласитесь, Виталий, ну, нестандартные ситуации были для Чонбука. Потому что долгий розыгрыш мяча и так далее. Ну, ладно, сейчас давайте до этого матча мы еще дойдем. Пока поговорим о игре Сеула и Канвона. Да. Ну, этот матч мы показывали, кстати говоря, на телеканале «Старт». И сразу мы видим, как Канвон начинает. Но в целом, конечно, Канвон сильно разочаровал, особенно в первом тайме. Скажу, что были отдельные вопиющие провалы, отрезки, в которых Канвон просто плыл. И этими отрезками как раз Сеул и пользовался. Во-вторых, отмечу, что вот сейчас там показали момент с ударом игрока Канвона. И следующий момент там будет где-то в конце матча. В остальное время Сеул доминировал. Но при всем при этом давайте напомним, что команды очень близко в турнирной таблице располагались друг к другу. Потому что у Сеула было 13 очков, а у Канвона 16. То есть, одержав победу, Сеул не только поправил свое положение, упрочил, так сказать, но вошел вот в эту группу 16-очковых команд, между которыми 16-й тур будет для них очень важен. Да, ну и показывает нам удар футболиста Сеула. Это Юн Хан Мин. И забивает он первый гол. Очень важный гол. Отмечу, что у Сеула случилась смена тренера. Не перед этим матчем, перед предыдущим. С Сон Намом. И посмотрите, вот говорили мы в прошлый раз, что, возможно, Чхо Йон Су нужно убирать для встряски команды. Не потому, что это плохой тренер, а потому, что Сеул нужно растормошить. И новый тренер Ким Хо Йон действительно растормошил команду. Новые эмоции пришли, новая вера в себя. И Сеул, возможно, главный претендент на шестую строчку сейчас. И посмотрите, пожалуйста, на вот этот мяч, который тоже для корейского футбола не совсем стандартный. Удар из-за пределов штрафной. Да, корейские футболисты бьют по воротам. Но говорить о том, что это такое основное оружие. И вот вам, пожалуйста, еще один удар со средней дистанции. Да, и снова выручает Ли Бумсу, вернее, чуть ли не в первый раз в матче, потому что в первом горе, как мне кажется, была ошибка вратаря. Пустил он в ближний угол, а здесь удар... Но там мяч был такой дробящий по траве, и все-таки он близко в угол, близко к штанге летел. 30 метров почти был удар. Да, вот это вот прекрасная комбинация, посмотрите. Да, и удар по воротам великолепный Хан Сок Хью. Это один из лучших игроков этого матча. Да, 66-й номер был... Постоянно был активен. Да, абсолютно, я с вами согласен. И опять мы видим с вами удар из-за пределов штрафной. Вот это такая отличительная черта, достаточно отличительная черта этого тура. И вот я думаю, что новый тренер как раз для футболистов Сеула донес мысль, что, ребят, а что вы, собственно говоря, боитесь бить издами? Чего ради вы занимаетесь тем, что на протяжении там нескольких минут вы пытаетесь донести мяч до штрафной, устроить такой тропный розыгрыш? Играйте проще. У Сеула были психологические проблемы, и они, в частности, вырисовывались в нереализацию моментов. А у Сеула одна из лучших реализаций вообще среди всех команд корейской кей-лиги. И вот с новым тренером именно с реализацией пошли подвижки. Плюс в обороне мы видим один пропущенный гол в двух матчах при новом наставнике, а в предыдущих встречах в Сеул по два и больше подпускам. Вообще интересно, вот в этом матче обошлось без легионеров. Интересно. Ну да, мы здесь только корейские футболисты были на поле. Ну, кстати, Пак Чу Юн, один из самых эмитных футболистов Южной Кореи, но не засчитали гол. Справедливо не засчитали, поскольку было нарушение правил в этом моменте. И 2-0 Сеул выигрывает. Как я уже сказал, Сеул, возможно, становится главным фаворитом в борьбе за шестую строчку. И судя по глубине состава и по нестабильности футболистов Пусана, Канвона, Соннама, думаю, что Сеул, если так и продолжит, если это не разовое психологическое действие, то Сеул, я думаю, ворвется. Насколько хватит вот этого нового запала, вот этого энергетического вброса, связанного с назначением нового тренера. И еще вот удивление, которое, вот не еще, а, пожалуй, это было, наверное, главным удивлением тура, это игра Ульсана и Сувона. 0-0 без забитых мячей на своем поле при таком нападении, при таком мощном подборе форвардов, да и вы меня извините, и самое удивительное, не забил Джуниор Негао. Ну, это, в общем, как-то... Я еще добавлю, что у Сувона случилась тоже смена тренера, как у Сьюла, но она энергетического всплеска команде особо не добавила, потому что дважды уступили Соннаму в Кубке Кореи, ой, сначала в Кубке Кореи, потом в чемпионате, потом проиграли Тегу в 11 на 9. Казалось бы, ничего интересного эта команда себя не представляет, но в этом матче вдруг появилась дисциплина, в первую очередь. Она и позволила сдержать у Джуниора Негао, у которого было не так много моментов, мне кажется, как в прошлый матч, хотя они были. Я хочу обратить внимание на то, что вот в этой игре против Джуниора Негао действовали не просто плотно, да, а действовали без боязни. То есть вот этого ощущения у Давы и Кролика постарались игроки Сувона от этого отрешиться. Да, моменты у него были, мы видели и удар по воротам, но с другой стороны очень остро отвечали и футболисты Сувона. Они не играли у своей вратарской, как мне кажется. Они не отдавали территорию. Вот, пожалуй, вот этот был, наверное, самый опасный момент у Джуниора Негао, когда он не попал в ворота. А в остальном, ну, не знаю, я как-то ничего такого сверхъестественного не отметил. Ну, и кроме того, отмечу, что у Уль Сана в этом матче был удален Ким Тэхван. Это основной правый защитник, один из лучших крайних защитников чемпионата. И без него сегодня предстоит играть с Кохан Скиллерс. Очень важный матч, в котором Уль Сан может потерять лидерство. И вот сейчас как раз, да, действительно, мы говорили, что Уль Сан вроде бы неожиданно потерял очки. А с другой стороны, я думаю, ни одна команда ни в одном чемпионате не может пройти без потерь. Рано или поздно это бы случилось. Другой вопрос, насколько готов Чонбук и дальше не ошибаться. У Чонбука... Здорово, конечно, голкипер сыграл, дотянувшись до этого мяча. Да, то есть моменты были, но вот самого главного поставить победную точку в необходимых, в нужных ситуациях не получалось. То есть ни у тех, ни у других. Ну, конечно, у Уль Сана они были поострее, эти возможности. Но при всем при этом счет на табло, знаете, как говорится, обстоятельства забудутся, а результат в протоколе остается. Ну, давайте посмотрим сейчас на нашу таблицу. Таблицу, которая посвящена системе гол плюс пас. Здесь у нас практически ничего не изменилось по сравнению с 14-м. Ну, изменилось в том плане, что мы еще посмотрим матч по Ханстилерс, и Станислав Ульченко отметится голевой передачей. Так что он на один шажок приблизился к жюньору Негао, который только во второй раз в сезоне уходит с поля без голой, без результативной передачи. Сесинья, насколько я знаю, выбыл из строя, но он по-прежнему находится на третьем месте. Да, Сесинью показывали на трибунах в прошлом туре, довольно грустно он выглядел. А все-таки я считаю, что для Станислава Ульченко, ну, наверное, вот эта вот погоня в системе гол плюс пас, она не принципиальна. Для него все-таки снайперский счет. Да и для болельщиков это, знаете, такое утешение, утешение, такой бонус. А вот посмотрите, как вот мы играем по системе гол плюс пас. Еще одна игра, которая заставила удивляться Пхохан и Кванджу. Напомним, что Пхохан на протяжении целого ряда туров находился на третьей позиции, а Кванджу в поисках игры своей. Потому что, конечно, у Кванджу 10-я позиция, 9-я, 10-я позиция, но не то чтобы не ее позиция, если принять во внимание присутствие такого форварда, как Филиппе. Это плохо. Это плохо. Но линия атаки Пхохана и вот та игра, которую они в этом матче продемонстрировали, заставила еще больше удивиться. Конечно, серьезные коррективы. Внес очень сильный дождь. Очень сильный дождь. Посмотрите, вот мы видим с вами, как просто разверзли с хляби небесные. И вот такая дымка на стадионе. В эту погоду почему-то лучше чувствовать себя Кванджу, который атакует весь первый тайм. Сейчас опять опасный удар по воротам. Что хотелось сказать. Пхохан производит впечатление такой же нестабильной команды, как Тегу. В принципе, это команда-близнецы. Ну, а по Кванджу тоже пару слов добавлю. Это команда-новичок Кейлиги. И мы знаем, что Филипп и Сильва это нападающий, который был лучшим бомбардиром второй лиги. И не все думали, что Филипп и Сильва сможет заиграть на уровне выше. Но посмотрите, он и отбирает в опорной зоне. Он и прорывается вперед. Он конструирует атаки. Он их и завершает. Хотя вот здесь Пак Юнсу. Но по итогам прошлого чемпионата было немало претендентов получить Филипп и Сильву в свой состав. Вот Станислав Ильиченко в кадре промелькнул. Не будем забывать, что в игре Пхохана был определенный дисбаланс, связанный с тем, что отсутствовал Мануэль Паласиус в игре. Да, Палочевич вышел с первых минут, но все-таки вот это вот трио атакующих игроков Паласиус, Ильиченко и Палочевич, которые очень удачно взаимодействуют. Не скажу на генетическом уровне, но их взаимодействие все-таки это, наверное, основная такая сила. Вот достаточно такой, не скажу, что странный пенальти, но... Ну, то скорее странные действия защитника Кима Кванцука. Я просто хочу сказать, что вот с первых мгновений не показалось. А вот здесь вот с этого ракурса мы видим, что мяч застрял. Знаете, мяч застревает в воде. Вот какие брызги. Ну и Филипп и Сильва готовятся забить свой уже, насколько я знаю, восьмой гол. Да. Восьмой гол. Посмотрим, он или Канг Хёнму. Нет, все-таки он. Канг Хёнму почти достал. Тоже голкипер действующий с перепадами, но перепадов зато нет у Филиппа Сильвы, который почти не в таких количествах забивает, как Нигао. Но, тем не менее, думаю, что по окончании этого сезона это будет лакомая цель и для Чунгука, и для Ульсана, возможно. Я хочу сказать, что нет смысла сбрасывать со счетов то, что Филиппе несколько туров не играл. Ну, за второе место, да, мог бы тогда побороться. Потому что начал-то он очень неплохо. И вот весь второй тайм, фактически, ну не весь, а большая часть его проходит в попытках отыграться команды Фохан. Несколько раз бил поворотом очень опасно Ильюченко. Все равно, действительно, вы правы, атаки были очень разрозненными, очень вырванными из контекста игры. И Кванжу, к тому же, очень остро отвечал. Возможно, это лучшая игра Кванжу вообще в сезоне. Это не матчи там в середине первого круга, когда Кванжу набрал скорость и начал обыгрывать всех подряд. Именно вот эта встреча, которая, да, не завершилась победой Кванжу, тем не менее, по качеству игры близко к идеальному. И вот вам голевая, голевая атака. Спас. Нет, нет, нет. А, это нет, нет, да. Следующая атака. Это Сим Дон Вун. Сим Дон Вун, да. Пробил штангу. Давайте еще раз посмотрим. Полочевич начал атаку. Ко Юн Джун продолжил. И далее Сим Дон Вун, возможно, даже не в штангу попал, возможно, вообще мимо ворот. Нет, 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 облизала, облизала штангу так вот. Ну и вот голевая атака, 90-ая минута, казалось, все. Кванжу одерживает весьма заслуженную победу. Как вот Личенко мастерски отправляет мяч на Ко Юн Джуна. Хороший пас. Ко Юн Джун, обратите внимание, мне показалось, что, конечно, у него удар не получился. По большому счету. Но получилось такое великолепное подставление, вот то, что называется, вот на исполнение, да, аккуратненько. Не получился акцентированный удар. А может быть, в этой ситуации по-другому и нельзя было. Потому что мокрый мяч, мокрое поле, скользкое. И здесь, наверное, он прав, что исполнял удар вот так вот на 100%, что называется. Главное было попасть в цель. Да, вот так вот 90-я минута игры стала спасительной для Пхохана. Пхохан сохранил свои позиции. С учетом того, как сыграли другие команды, Пхохан вышел на третье место. Хотя еще был, там, за тур до этого был на четвертом-пятом. Да, потому что там и Сангжу Санму стало балансировать. Ну, давайте сейчас посмотрим еще к одной таблице. Обратимся к таблице подносчиков снарядов, к таблице лучших ассистентов. Кто как действовал. Да, ну вот Ильиченко, опять на него обращаем внимание. Что ж поделать. На второе место вышел этот футболист. Ну, а остальные лидеры в этот раз, насколько я знаю, без голевых передач. Потому что Тэг, Укан, Вон, Уль Сан, они не забили в этом туре. Ну, и Ким Ин Сун таким образом продолжает властвовать в этой табличке. Соответственно, он первый с шестью ассистами. Да, ну, сегодняшний тур может многое изменить. Потому что мы говорим с вами о том, что действительно сегодня будут такие очень боевые игры. И мы сегодня показываем игру Сувона и Уль Сана. Напомню, что Уль Сан выиграл в первом. Ой, Сувона и Чонбука. Чонбук в первом туре выиграл как раз у Сувона. Лидонгук забил. Но это все уже история. Давайте сейчас посмотрим таблицу бомбардиров. Таблицу бомбардиров. И обратим внимание на то, что Филиппе забивает вторую игру к ряду. Да, Филиппе здесь один из немногих, кто отличился. Опять же, лидирующая троика у нас в плане голова. Ну, первое место не берем вообще. Не рассматриваем. Это как Фарис и Джерман в списке. Это Франция. Это за облаками, да. И не рассматриваем игру Барселона и Бавария. Да. Так, Санислав Ильиченко второй. Сесинья третий. Сесинья с Филиппа третье место делят. Ну, кто здесь еще забил? В принципе, по-моему, больше никто. Да, никто больше не забивал. Из тех, кто... Сон Минку нет. Сон Минку ничего не забивал. И Ангивон тоже ничего не забивал. Так что да. Здесь все осталось. Я думаю, что вообще вот эту таблицу можно исключить уже из нашего обзора, потому что там все понятно. Несите трофей. Да, действительно, сразу отдавайте. Отдавайте, значит, стреноженого барана. Отдавайте, значит, джуниору Негао. Еще одна игра, о которой мы заявили, как игра, вот лично для меня, например, ставшая интересной. Это тегу Чон Бук. И в первую очередь тем, какими средствами Чон Бук распорядился. Вот Ким Бок Юн. Да, сразу гол мы видим о 31-й минуте. Хон Юн Хо сделал голевую передачу. И отличный удар в девятку. Великолепный удар. Просто великолепный удар. То есть я хочу сказать, что Жузе Мураиш, на мой взгляд, меняет акценты в атакующих действиях своей команды. Здесь было касание, конечно. Здесь был легкий рикошет. Вот мяч коснулся бедра защитника и взмыл воздух. Да, ну и отметим, что у Ким Бок Юн это третий забитый мяч в двух последних турах. Как раз к разговору об акцентах смещенных. Опорный полузащитник бокс-то бокс разобивался. И вот еще момент, смотрите. И кто отскакивает? Куда мяч отскакивает? Ким Бок Юну. Опять Ким Бок Юну. И опять удар издали, который начал эту атакующую комбинацию. Но в оправдании матч команда Ли Бион Кёна начала без двух своих главных игроков в атаке. Эдгар остался в запасе. В частности Синья Грусу наблюдал с трибуны за тем, как его команда откровенно уступает Чун Боку. Поэтому пара нападающих у Деку была Дэйн Дамьянович и Чун Цин Вон. Дамьянович в этом матче совсем был незаметен. Откровенно проиграл борьбу двум центральным защитникам. Ну а Чун Цин Вон это скорее четвертый нападающий. Ну я бы не сказал, что Дэйн выглядел как-то обреченным. Нет, на мой взгляд там был целый ряд эпизодов, когда против Дэйна действовали неправильно. И его активная такая полемика с арбитрами, она закончилась в общем для него тем, что его в конечном итоге заменили. Вот, но Дэйн очень старался, я не сказал бы, что. Там был один эпизод, когда совершенно однозначно его сбивали. Ну я скорее скажу, что сказал Падамьянович в контексте не лучшего матча в сравнении с Эдгаром. Потому что он вышел в втором тайме и появились реальные голевые моменты. Вот здесь посмотрим на атаку, но это не Эдгар, это Юн Чун Тэ. Пытался пробить в одно касание, возможно стоило сыграть. Сложно было играть, потому что он убегал в сторону, что называется. Он никак не мог увидеть, ну для этого надо глаза на затылке иметь, чтобы почувствовать, где там партнер. А партнер тем более, что был сзади по диагонали, уходил и так далее. Ну очень сложная была комбинация. Можно было бы, наверное, чисто теоретически порассуждать на эту тему. Потому что, но когда ты в движении, вот на поле, нет, это невозможно. Только в теории. Ну так, по крайней мере. Давайте перейдем к матчу Санжу Санму. Один из наших любимых клубов. Игра против Кусана. Да, наравне с Санжхоном. Ну и сразу отмечу, что Санжу Санму смог прийти в себя после двух не самых хороших результатов. В первую очередь пришла в себя оборона, наверное, которая настрадалась и пропустила 7 голов в двух предыдущих матчах. Санжу Санму, как видим, в красных цветах, Усан, в белых, в гостевых. Но первый тайм прошел довольно скучно. Довольно скучно в режиме. Всего один момент мы с вами увидели. И все самое интересное случилось в тайме второго. Сразу Ким Басу бьет рядом с ближним углом. Продавательный крутив защитника Пусана. Отметим, что, если помните, в первом круге матча Пусан Санжу, там голкипер Пусама на Ким Джон Хо просто подарил, вручил мяч нападающему. И после этого его заменили на Чой Пил Су. И с тех пор проблем в рамке Пусана особо нет. Чой Пил Су вышел и в этой встрече. Правда, это не особо помогло. Но вот смотрим на этот момент. Здесь помощь Пил Су не потребовалась, поскольку опять Ким Басу на стрель атаки, но он пробил мимо. Но в целом, конечно, такое давление должно было сказаться на исходе этого матча. Санжу Сангу потихоньку подкрадывался к этому голу, мне кажется. И в конечном счете результат сделал все тот же Мун Сон Ми. Это главный джокер, наверное, в всей Кейлиге. Потому что он постоянно выходит на замену и постоянно делает результаты. Опять Ким Басун начинает эту атаку. Но это пока еще не голевая атака. Нет, нет, я не сказал, что это голевая атака. Я просто хочу сказать, что отметить лишний раз Ким Басу на... Он действительно был хорош в этой игре. И я не могу с вами не согласиться с тем, что вот весь этот отрезок от 46 минуты до забитого мяча, это было действительно такое нагнетание ситуации. И создавалось ощущение, что вот только непонятно, на какой минуте будет забит мяч. Но затянули, затянули забитым голом футболисты Санжу Сангу. Хотя он получился просто, на мой взгляд, великолепным по исполнению. Ну вот как такой человек может быть в запасе? Посмотрите, Трай их обыграл и из-под четвертого пробил. Давайте сейчас посмотрим. Вот получает мяч Мун Сон Мин. Раз, два, три, четыре. Да считайте, что и четвертого обыграл. Хороший дриблинг Мун Сон Мин. Он постоянно идет вперед, вот так на пролом. Это тот игрок, который, во-первых, способен домотать у старших соперников. И, во-вторых, это, возможно, самый техничный игрок Санжу Сангу. И забегает вперед от мяч, что это не последний гол Мун Сон Мина. Да и не первый тоже. И я бы отметил еще, что он великолепно увидел позицию вратаря. Он сыграл ему в противоход. Потому что, двигаясь в этом направлении, в правую сторону, да? Ювелирно. И здесь очень высокое исполнительское мастерство. И вот эта подзорная труба, типа, ребята, вы что, не видите, как я играю, да? Да, такие голын может забивать и на 15-й минуте, а не на 75-й, 90-й. Ну вот, посмотрим еще раз. Тут, казалось бы, два защитника уже перекрывают зону, но... Один из них почему-то был в воротах уже, но это на инерции. Прямо между ними пробил и в ту зону, от которой не случился этот гол. Ну да, фактически автогол. Тем не менее, Санжу Санму выигрывает этот матч со счетом 2-0 и возвращает ли Сиби третье место. Но мы еще, наверное, узнаем это из обзора по итогам. Ну, три команды по 25 очков имеют. Пхохан, Тегу, Санжу, Санму. Так или иначе. Да, ну и сейчас давайте быстренько перейдем к игре нашего самого любимого клуба. Инчхон Юнайтед против Соннам Ильвес. Да, Инчхон Соннам. Насколько я понимаю, это последняя игра в нашем студийном обзоре. У Инчхона, кстати, тоже сменился тренер. Это третий тренер уже за сезон. Инчхон Сунхуак пришел уже спасать мертвую лошадь от почти гарантированного вылета. Но, как и кстати, Соннам преображается. Преображается, но продолжает проигрывать. Нет, я имею в виду Инчхон продолжает. Да, да, да. А Соннам преображается в первую очередь с точки зрения результатов. Потому что, ну, по крайней мере, команда перестала проигрывать и сразу шестое место. Вот здесь во многом все решило вот это действие. Сан Хона. Индивидуальное мастерство игрока Соннама при общей то равной игре. Согласитесь. А подящий удар в штангу. Но здесь, конечно, на мой взгляд, бездарно сыграла стенка. Абсолютно бездарно сыграла стенка. А еще в большей степени, наверное, неправильные были действия вратаря. Потому что он руководит стенкой. И при том, что стенка открыла правый угол, он сам сместился в левый. Не очень мне была понятная вот эта вот такая постановка стенки. Ну, и у Инчхона вообще это главная беда именно с вратарями. Потому что и Чон Сан привозил в каждом туре. Сейчас его опять поменяли на Ким, Дон, Хёна. И не выручает этот голкипер. Видимо, нужно укреплять срочно вратарскую позицию, чтобы Инчхон не пропускал в каждом матче по 2-3 гола. А я уже, честно говоря, не помню, а когда Инчхон в последний раз хотя бы один пропускал. По-моему, это было в матче с Сан-Джу Сан-Му как раз. Да, 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 совершенно верно. Два гола, три гола в каждом матче. И когда ты выходишь мысленно уже при счете 0-2-0-3, ты обречен. Ну, один гол он пропускал с Чон Буком. А, точно, да. Да, когда 1-1 сыграли. Была такая серия. Да. Ну что, дорогие друзья, вот сейчас досматриваем с вами эту нарезку самых опасных моментов. Ну, они были. Они были, в том числе и у Инчхона. Кто это бил поворотом? Я не успел разглядеть. Мугош, что ли? Тоже. Ну, ладно, давайте к турнирной таблице обратимся. И сейчас у нас с вами возникнет абсолютно ясная картина. Кто на что гораст и кто на что способен в 16-м туре. Ну, вот, собственно, Сан-Джу Сан-Му, как я и говорил, на третьем месте. Да. Действительно, плюс один в разнице забитые пропущенные голы. Конечно, удивляет. Для третьей команды Уль Сан-Чон Бук. Здесь расстояние сократилось до одного очка. И посмотрим сегодня, как Уль Сан пройдет испытание вот этим потерянным очком. с Сувоном у себя дома. Ну, и отмечу, конечно, борьбу за шестую строчку. Но как бы Сеул с такой формой не погасил интригу? Ну, посмотрим. В любом случае, мне представляется очень интересная игра Сувона и Чон Бука. Очень интересная, которую мы буквально через несколько минут с вами начнем комментировать в прямом эфире. Я просто вспоминаю игру первого тура, когда Чон Бук мучился в буквальном смысле. Весь матч Сувон отвечал в достаточной степени остро. И только выход на поле Лидон Гука, вечного ветерана Чон Бука. Я, правда, сейчас не знаю. Он травмирован. Да, нет, то, что он травмирован, я знаю. Точнее, то, что он травмирован, как раз я не знаю. Я хотел задать вопрос, долго ли он будет еще в заявке. Потому что, ну, уже пора, пора на отдых, пора. Лавры, там, я не знаю, Стэнли Медюза. Как в свое время Кассилис говорил, я завершу карьеру только после Буфона. Ну, увы, такая история случилась. А вот тут, если... После кого завершит карьеру Лидон Гук, сложно сказать. Но в любом случае, в любом случае, мне кажется, что с учетом вот тех изменений, которые есть сейчас в составе Чон Бука, ну, тяжело будет Лидон Гуку вернуться в основу. Да, давайте посмотрим сейчас, что нас ожидает в 16-м туре. Соннам Пусан, Сеул Санжу Санмун, Сувон Чонбук игра сегодня, завтра Сеул Санжу, Соннам Пусан, Ульсан Пхохан. Хорошая игра должна быть, очень хорошая игра. Кванжу Канвон, ну, не могу ничего сказать. Даже не то, чтобы там какие-то ставки принимать на эту встречу, она, на мой взгляд, совершенно непредсказуема. Потому что обе команды в состоянии удивить и своих болельщиков, и себя удивить. Себя удивить в первую очередь. Добавлю, что в первом круге Канвон 4-1 обыграл Кванжу. Да, но это ничего не значит. Вдруг разразились. Абсолютно, абсолютно. Я об этом и хотел сказать. А вот то, что касается тегу Инчхон, ну, может быть, когда-то плотину прорвет уже. А мне кажется, это матч из серии «Шах и мат». Инчхону поставлен шаг сейчас. Я думаю, что Эдгар без Сесинги даже, ну, с Дэйном Дамьяновичем, может, де-факто отправить Инчхон уже во вторую лигу. Ну да, когда мы с вами делали прогноз на матч Чонбук-Инчхон, тоже мало кто мог себе представить, что эта встреча завершится в дичью. Мы просто по традиции, дорогие друзья, каждый раз, когда дело касается команды Инчхон, нашей любимой команды, не имеющей пока ни одной победы, мы вот кулаки сжимаем, да-да-да, целуем, а то останется поцеловать Ласкан, потому что мы верим, что когда-то эта команда, стоящая совершенно однозначно на вылет, когда эта команда все-таки одержит свою победу. Значит, по поводу встречи Сувон-Чонбук, я думаю, что у Сувона есть шансы. Есть шансы, и завтра у нас игра Ульсан-Пхохан, вот, сегодня Тегу, точнее Ульсан-Пхохан, Тегу Инчхон завтра. Вот, о сегодняшнем матче какие ожидания? Я свои озвучил. Ну, что касается Ульсан-Пхохан, то однозначно центральная встреча, Ульсан должен, мне кажется, брать три очка, но при этом, конечно, будет сложно, пусть даже Пхохан-Стилер сыграет без Мануэля Паласиуса, у которого продолжается дисквалификация, он, напомню, дисквалифицирован на несколько матчей. За удар в лицо, да. За удар по зубам даже скорее. Да, зубы они ведь не на лице, да, не в лице, да, понятно. А что касается Тегу Инчхон, то я с вами симпатиями уже поделился, мы все, все редакции бореют за Инчхон, и желаем, наконец-то, когда-нибудь добыть первую победу, но, объективно говоря, Тегу еще не совсем, мне кажется, даже обеспечил себе место в шестерке. Если вдруг Тегу проиграет, а конкуренты из шестерки выиграют… Ну, 25 очков все-таки у Тегу, давайте не будем забывать, 25 – это немало. Да, 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 согласен. Поэтому 100% только Сан-Джу, Сан-Му, Уль, Сан и Чен-Бук уже обеспечить себе. Я вот со словами 100% не могу согласиться. Это юношеский задор Виталия Ашовского, позволяет ему делать такие смелые заявления. Ну, ладно, дорогие друзья, через несколько минут мы продолжим работу в эфире с Виталием, а наш обзор завершается. Прощаемся с вами на несколько минут, но все-таки прощаемся, поэтому до будущих побед.